Издали завидев камеру, глава администрации Жадовского городского поселения Сергей Власов впускается на утёк с общего собрания жильцов посёлка Самородки. Отвечать не перед жильцами, не перед камерой о сложившейся ситуации с водоснабжением он не желает. А что, они от вас убежали, что ли? Не, не, а я. Нормально. А они ничего вам сказали? Ничего вам сказали. Даже не приехали. Нет, ну не вам. А я что сказал? Да ничего не сказали. Это не квас и даже не чьи-то анализы. Это, судя по квитанциям об оплате, чистейшая питьевая вода. Таким нектаром людей снабжает ресурсоснабжающая компания Барышевского района коммунальные услуги. Они взялись за карманы самородцев около двух лет назад. До этого люди обслуживали свою башню и свой водопровод сами. Платили копейки, бед не знали. Закон обязал их заключать договора с ресурсоснабжающей организацией. И началось. В начале им поменяли старенькое, но исправно работающее с советских времен автоматическое реле на водонапорной башне, на таймер. Теперь башня либо пуста, либо переполнена и льется через край. А вода в водопроводе, как правило, вот такого цвета. У нас как там кольцо только набирается. Одно кольцо набирается. Сейчас пока вот холодно, у нас полива нет. Она, то есть, вот, сейчас она сливается, опять заново набирается. И вот это вот зина без конца, без конца, без конца. Это ещё полива нет, пока эти две. А берут с вас как? За питьевую воду. За питьевую воду. За питьевую воду. Пользоваться водопроводной водой даже как технической люди боятся. Урожай от такого полива может погибнуть, не говоря уже о бытовой технике. Спасают только родники, но их не подключить к стиральной машине или водонагревателю. Ну как вот, вот она вот все это течет, все это забивается. Платим-то мы за питьевую воду. Моемся как свиньи в болоте. Местные власти, как и коммунальщики, от этой проблемы устраняются. ООО «Коммунальные услуги» год назад вообще сократили свой ремонтный участок в Жадовке, фактически оставив огромный куст с многотысячным населением без обслуживания. Зато плату собирают регулярно. Не заплатишь – суд. В отличие от ремонтников, штат своих юристов они не сокращают. Но жители самородок стараются быть с коммунальщиками честными и платят вовремя и в полном объеме. У нас никак нет. Да, нужных никаких нет, но люди должны пить хорошую, нормальную воду. И вот это вот все. Я прошу, говорю, не то что пить, и техника вся полетит. Схожая ситуация с водоснабжением и в соседней Жадовке. Председатель местного ТОС Евгений Лямин у себя дома установил аж два фильтра. На эти кадры даже смотреть страшно. Мы будем смотреть, какая у нас чистая вода. Вот, о, какая мазута идет. О, какая, о. Вот она все размазывается. Это такая вода у нас, очень хорошая вода. Питьевая вода. Вот, видите? Вот. По итогам общего собрания самородцы составили открытое письмо во все инстанции. От губернатора до прокуратуры. С требованием разобраться в их беде. Если уговоры и добросовестность людей не помогают, то, может, жесткий кнут от властимущих заставит работать как коммунальщиков, так и местных чиновников. Дмитрий Гурин. Специально для Управда ТВ.